Алло, добрый день. А я могу услышать Александра? Это Даша. Она менеджер студии детских праздников Панда Шоу. И она звонит, чтобы пожаловаться на те костюмы, которые мы изготовили. Два костюма Деда Мороза и два костюма Снегурочки. Да, я слушаю. Александр, мы заказали у вас два костюма Деда Мороза и два костюма Снегурочки. Но качество исполнения нас категорически не устраивает. До начала новогоднего сезона осталось три дня, и мы не можем себе позволить работать в этих костюмах. А что не так? Нас не устраивают те материалы, которые вы использовали, а также качество исполнения, потому что швы сделаны просто ужасно. Мы ничего не будем переделывать, у нас отличное качество, в наших костюмах работает половина Ростова. Но тогда мы просим вернуть деньги? Нет, это невозможно. Всего доброго. Ну и что он сказал? Спросил Илья, руководитель студии. Он сказал, что в таких костюмах выступает половина Ростова и что деньги он не вернет, ответила Даша. Как вы думаете, как они поступили? Они заказали новые костюмы у другого мастера, заплатив двойную цену за срочность, чтобы успеть к новогоднему сезону. Потому что они не могли испортить праздник детям из-за таких мелочей. Давайте поговорим о историях о ценностях. Эту историю команда студии детских праздников Панда Шоу рассказывает внутри коллектива, а также своим клиентам для того, чтобы донести ценности своей компании. Им важнее принести радость клиентам, а не краткосрочную прибыль для себя. Сейчас практически каждая компания заявляет, что у нее есть ценности. Но я был свидетелем, когда на ценностях манипулировали, в них не было никакой жизненной силы. И это будет происходить всегда. Люди постоянно будут замечать, где вы их обманываете. Потому что они прекрасно видят разницу между фактическими ценностями и теми ценностями, которые написаны у вас на сайте. Вы действительно эксперт своего дела? Для вас одна из основных ценностей это качество? Либо удовлетворение клиентам любыми средствами? Для того, чтобы это было действительно правдой, свяжите эти ценности с реальной жизнью. Расскажите о них историю. Что на нас влияет больше всего? Это конкретный пример, когда вы видите его в жизни. На втором месте история об этом примере. Вы не можете заставить вашего клиента остаться и ждать, пока случится подобный случай в вашей практике. Проще всего рассказать ему убедительную историю. Что вы понимаете под словом качество? Чем уникален ваш продукт, ваш сервис? Это все истории о том, а как вам нужно работать. Когда вы их рассказываете, вы устанавливаете границы для своих сотрудников, для своих коллег. А также убеждаете людей в том, что они получат именно то, что им хочется. Самые захватывающие истории о ценностях это те истории, в которых ценности подвергаются испытаниям. Когда вы выбираете между сделать качественно, переделать работу, либо оформить доставку за свой счет, либо вы думаете только об извлечении выгоды. Самое крутое, что в вашей практике такие случаи и истории происходят каждый день, но никто о них не знает. Поэтому вам необходимо делиться этими историями, рассказывать их в своем коллективе, рассказывать их своим знакомым и друзьям, чтобы они транслировали это на своих знакомых и друзей. А также делиться ими в социальных сетях, чтобы люди знали, чем вы живете, как вы работаете и какие ваши ценности. А самое главное, пересекаются ли они с их ценностями. Поэтому всегда держите руку на пульсе, спрашивайте то, почему вас выбирают ваши клиенты, спрашивайте у них истории о ваших ценностях, а также общайтесь с вашим коллективом и узнавайте у них, какие истории появились сегодня. Перейдем к домашнему заданию. Вам необходимо написать историю о ваших ценностях. Сначала вы выписываете ваши ценности, затем вспоминаете историю, подтверждающую это. Как всегда в приложении будут вопросы, которые помогут вам вспомнить нужные истории. Увидимся на следующих уроках от Бюро Stories. Пока!